Обезьянка Обезьянка Я люблю эту игрушку Почему ты её так любишь? Ну, она необычная Мне очень нравится выражение лица этой обезьяны Смотри Как будто она эхидная Эх, хорошо американцем быть Эх, хорошо эту страну любить Гордо поднятую голову носить А с чем тебе яичницу? Можно курицу внизу поджарить? Нет А что, только одно яйцо? Да, можно два яйца Вспоминая друзей и знакомых Вспоминая родные края Мы пошлём всем привет Помня отчий завет Будь здоров Долгих лет, будь здоров Будь счастлив Ты всегда и во всём Будь любим Ты ночью и днём Пусть будут счастливы Дети и внуки Мы же с радостью Жизнь доживём Я детство не любила Вообще очень мало было игрушек Вообще любых игрушек мало было Я как-то не любила играть в игрушки Я наоборот Рисовала А игрушки, я помню, меня покупали Я их побрасывала в окно детям Да У меня не было хорошей куклы Были маленькие какие-то куклы Но они быстро надоедали Посуда Мы очень любили играть в различные на улице Различные черепки Осколки от чашек Камешки разные Ого 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 Я тебе, Юль, дай кушай, а то невкусно было. Я Беленькая Томмия Борисовна. Мне 86 лет, будет 87. Уже старая женщина в Америке с 95-го года. Я вообще врач профессии. Отработала в Ленинграде 45 лет врачом-невропатологом. Такой первой вещью это были то, что мы привезли с собой. И что это было? Это вот эти самые матрешки, русские матрешки и русские деревянные штучки, которые мы взяли с собой на память о России. А когда здесь случайно я обнаружила, что вот как-то мы попали на Ярсел, я увидела такие хорошие маленькие из дерева, как я их назвала, бирюльки. То есть такие чайнички, самоварчик, чашечка какая-то. И они совсем дешево стоили, я их купила. Это, можно сказать, первые были игрушки, которые вот здесь они начались мне. А потом я стала замечать, что эти игрушки попадаются мне вновь и вновь. Я старалась их, ну, покупать. Вот одно из, например, из игрушек, которые я привезла с собой, вот, например, даже вроде бы я не любила, не собирала дома дерево. А вот этот вот термометр, например, я привезла из России, он у меня там был. А это вот стандартные русские игрушки, которые я еще помню с детства. У нас их продавали на рынках. Я, главное, помню это. Это вот, видишь, молотобойцы. Медведи-молотобойцы. А это медведи. А это медведи-шахматисты. Знаю мое увлечение, когда приходят ко мне гости, они мне легко выбрать подарок. Они, мои знакомые или мои родственники, они мне также приносят игрушки. Тоже покупаю в тех же магазинах. А сколько у тебя всего? Всего? Общая коллекция? Да. Я думаю, что, наверное, где-то, Едушке считал, около 550, так, 600 игрушек. Еще в той комнате есть. Я смотрю на эту коллекцию, коллекция руслов бабушкина. Она вложила всю душу в эту коллекцию. И из меня тоже вытащила душу в эту коллекцию. Каждый раз, когда сейчас уже бабушка приносит эти деревяшки, покупается. У меня головная боль создается, потому что я не знаю, куда их девать. Все забито кругом. Полки уже все, стены завешены. Все завешено. А бабушка говорит, давай находи место. Я не знаю, осталось только на потолок привесить. Правда, на потолке уже самолет есть по случаю дня авиации. Куда-то я далеко сел. Поближе ко мне. Да, вот так пристраивайся. Ну, вот такие наши тюна. Сегодня я ездила в такой магазин, где могла бы купить игрушку. Но там была одна только птичка. И эта птичка, мне показалось, слишком дорого они ее оценили. Она стоила 3,99. Ну, 3,99 небольшая птичка. Я ее крутила-крутила, потом подошла к продавцу, нашла там дефекты, носик с щербинкой, где-то оцарапана. И говорю, может быть, вы дешевле ее продадите? Он говорит, ну что, нет-нет-нет, ни в коем случае. Пришлось мне ее поставить, и не купила я. ...со всего мира. И, конечно, ваше мнение. Подключайтесь к странице Мартилиай в социальных сетях. Чего не забыл? Ладно, Юлечка. Пока. Когда ты приедешь? Не знаю. А кто знает, дядя? Может быть, не знаю. Сейчас посмотрю, может быть, в четверг. В четверг? Может быть, но еще не факт. Ну, давай, будем зареваться. Я пошел. Ну, пока. Не пошел, пожалуйста, почитать нашу подводительную пистану. Какого животного еще не хватает? Какого животного? Да, вот ты говоришь. А лев у меня есть, например. У меня нет тигра. Лисички есть. Лисички есть, обезьянки есть. В общем-то, различные птицы, рыбки. И потом, в последнее время, у меня много масок. Стало покупать маски. То есть только тигра не хватает? Тигра не хватает. Лев есть, тигра не хватает. Будь счастлив ты всегда и во всем. Будь любим ты и дочь, и днем. Будут счастливы дети и внуки. Мы же с радостью жизнь доживем. Эх, хорошо бы дальше не ставить. Эх, хорошо бы с душою молодеть. Эх, хорошо бы песни перепеть. И все беды и невзгоды переболеть. Каждый день занимаясь зарядкой. Посещая бассейн и массаж. Позабудь докторов, будь весел и здоров. Не забудь по утрам макияж.